Бьюсь об заклад, что название данного видеоролика смутило только тех, кто не видел первую часть. А я для них напомню. Буквально месяц или два назад мы с вами посмотрели на глобальное событие, а именно официальный первый спидран по CS 1.6. Ссылочка на этот ролик будет в описании, если кому будет интересно. То же самое теперь можно провернуть и в Counter-Strike Source есть только одно но. Спидран по Source в подобном стиле, что и в 1.6, оказался даже быстрее на 4 минуты. И сегодня мы с вами попробуем разобраться во всех нюансах скоростного прохождения именно данной части Counter-Strike. Всем привет, с вами Спектр, и надеюсь, эту пару часов изучения карт я потратил не зря. Поэтому оцените видео лайком, не забывайте про это дело. Также подписывайтесь, если вы тут впервые, видеоролики выходят ежедневно. Ну и давайте потихонечку приступать. Первое, что нужно пояснить для тех людей, которые, возможно, впервые увидели подобный ран. Спидран подобных частей Counter-Strike делится на прохождение всех карт. То есть в абсолютно каждой карте, будь то CS или DE, вам нужно выполнить определенную задачу. На CS картах необходимо отвезти заложников в зону эвакуации. На карте DE нужно как можно быстрее поставить террористам бомбу в любой плент, который вам вздумается. В этом всем есть много нюансов, поэтому карты будем разбирать все подряд. Очень обидно, опять же, что в Counter-Strike Source не было сюжетной линии. Но о сюжетных играх можно более подробно узнать на канале Night Scarlon, который периодически выпускает видеоролики с разборами сюжетов, игр, всех мастей и жанров. Здесь вы найдете и шутеры от первого лица, и мои, прости господи, хардкорные, не особо любимые Devil May Cry. Затрагиваются даже новые проекты, которые выходили в этом году. Ну и, естественно, перебивочкой являются классические проекты, куда же без них. Все детально, по полочкам, с прекрасным анализом и, конечно же, приятным монтажом и диктором. Поэтому залетайте на канал Night Scarlon по ссылке в описании и поднимайте себе настроение, плюс узнавайте больше о сюжетных играх. Как мы можем заметить, карт в Counter-Strike Source действительно гораздо меньше. Идут они примерно в том же порядке. Сначала CS карты, потом DE. И у многих из них есть свои особенности. Поэтому начнем разбор вот подряд. И об этих особенностях я уже буду говорить впоследствии. Первая карта называется CS Assault. С самого начала нам необходимо, так же, как и в случае с 1.6, пойти в правую сторону. Карты, в принципе, такие же, но стилистически могут быть добавлены больше объектов. Поэтому имейте в виду, что, к примеру, прижатие к стене дает дополнительную скорость передвижения персонажу. Практически о каждую стенку нужно тереться боком и под особым углом, для того, чтобы ускорить персонажа. Мы идем через левую сторону и забираемся по лестнице. Здесь больше не нужно прыгать с приседом, потому что та самая дырка, в отличие от 1.6, была удалена. Нам необходимо забрать двух заложников. Двух остальных придется казнить. Собственно, почему? Стандартное правило. Раунд с помощью заложников можно выиграть, приведя только половину из них. Двое других нам попросту не нужны, потому что возвращаться за ними никто не будет. Еще я заметил такую особенность, что заложники в Сарсе, в отличие от 1.6, гораздо тупее. Обратите внимание, что когда открывается дверь, у вас есть только небольшой тайминг, примерно секунды 3 до того, как она закроется. Если вы путешествуете один, как, к примеру, можно заметить на карте Мелития, в этом проблем нет. Если заложник идет с вами, вам придется потратить очень много времени, пока он самолично не откроет дверь, затем пока не добежит до вас, а если он находится уровнем выше, то эта проблема еще сильнее. Но что ж тут поделать? Кайса Саут, она хотя бы более-менее еще добра к нам. Следующая карта называется Компаунд. Не забываем про бэхопчики. Сделайте следующие команды, которые помогут вам прыгать на колесико мыши. Затем поочередно нажимаете D, поворачивая мышку вправо, и при следующем прыжке А, чтобы лететь влево. Таким образом, стандартные страйфджампы создадут бэхопчик, и вы сможете немного увеличить скорость передвижения персонажа. Имейте в виду, что в основном это пригодится при спусках вниз, например, как можно и заметить на карте Пиранези. В подобных ситуациях, если вы, к примеру, бегаете по обычной прямой, но здесь только если вы сильны в этом плане. А, да, вернемся. В миссии Компаунд необходимо убить только дальнего заложника. В отличие от Асаута и остальных карт, здесь заложников будет три. Да, единственная карта, которая в этом плане отличается от остальных. Двух других через открытую дверь мы сразу выводим на улицу. Они очень медленные, поэтому не переживайте, зато бежите вы с юспом или с ножом. Следующая карта называется Гавана. И вот тут нужно сделать стоп, потому что Гавана, как по мне, является самой сложной картой из всех КС-мап. Связана она с тем, что имеет какой-то процентный шанс на закрытие дверей. Двери эти будут закрыты почему? Потому что игре так заблагорассудилось, и даже если вы перезапустите эту карту, они все равно будут запрещены для вас. Дело в том, что данный правый проход как раз является самым кратчайшим маршрутом до двух заложников, которых нужно привезти на этой карте. Более того, если вам выпала подобная версия Гаваны, дальше можно забить на действительно хороший результат. Потому что вы не сможете добраться даже до той самой точки эвакуации, которая по итогу необходима. Она представляет собой тупик. То есть вместо того, чтобы пробежать по-быстрому, вам придется делать два длинных крюка. Как это чинится? Переходом на следующую карту. Да, перезапуская Source тоже может не помочь. Поэтому следующей картой в спидране выступает Итали. Ну, здесь в принципе все стандартно. Карта богата на стены, без особых там углов, столбов и так далее. Ну, плюс-минус. Поэтому мы убиваем залогов, которые находятся наверху, нижних забираем. Опять же, длиннющие коридоры, но в целом карта проходится обычно. И вот уже после пройденной CS Итали мы можем возвращаться на Гавану. Выбираем сторону, и затем видим, что двери наконец открыты. Потому что нам необходимо идти по правой стороне. Первая карта, на которой в меню покупается осколочная граната. В принципе, та же самая тактика, что была в спидране 1.6. Нам необходимо кинуть эту осколочную гранату на данный балкончик. И посмотрите, как это круто было сделано. Ну, паттерн, конечно, не лучший, плюс замедленная скорость, так или иначе. Но оба заложника были ликвидированы. Поэтому нам нужно взять двух остальных и провести их через дыру в полу, в зону эвакуации. Теперь она будет доступна. Теперь все в порядке. Следующая карта называется Мелития. Здесь есть хорошее расхождение между 1 и 6. Во-первых, нам необходимо пойти через пещеру слева. Здесь как раз и пригодится ваш навык БХОПа. Вспоминайте фанаты Сарсы, если такие еще остались. Нужно сделать два прыжка, затем постараться приземлиться еще и со стрейфом в сторону. Кстати, у вас появится вопрос. Почему он не расстреливает, вернее не расстреливает, а не кидает осколочную гранату в гаражную дверь? Все дело в том, что в Сарсе на карте Мелития ваше оружие наносит минимальный урон, если вы пытаетесь прострелить гаражную дверь. Более того, урон осколочной гранатой вообще не наносится тому самому заложнику, который стоит в углу. Вы не то что не заберете двоих, вы одного там максимум можете ранить. Поэтому здесь залоги убиваются стандартно. Опять же, кстати, тот самый случай, когда залоги тупят, потому что дверь закрылась прямо перед ним. И здесь было потеряно очень много времени до того момента, как они наконец-то соединились. Господи, эта карта просто отвратительна в спидране Сарсы. Последняя карта в кс-сегменте называется Офис. Но здесь, в принципе, рассказывать нечего. Двух дальних заложников необходимо убить перед тем, как вы войдете в проекторную комнату. Остальных приводим самостоятельно. Естественно, делаем это через окно. И пока заложники медленно-медленно бегут, у нас может открыться гаражная дверь. Вообще здесь все зависит от спавна. Но о спавне мы поговорим чуть-чуть позднее, потому что приступаем к DE-картам. Ацтек. Спавн довольно стандартный. Мы всегда бежим в левую точку, а именно в точку B, где необходимо заложить взрывчатку, предварительно сделав прыжок. Думаю, вопросов тут не должно появиться. Следующая карта Cobblestone. Бомба, опять же, закладывается в плен ДБ, потому что бежать до него гораздо быстрее. Не забываем увеличивать скорость передвижения персонажа, потершуюся стену. Ну и в принципе, когда появляется звуковое сопровождение, что мы можем поставить взрывчатку. А это, кстати, тоже довольно хорошее правило. Мы можем нажать ЛКМ и не париться за то, что получим какое-то пенальти, находясь вне плента. Карту Шато в принципе можно пропустить. Мы сразу идем в левую сторону на плент А. И мне кажется, объяснение здесь идет дольше, чем само прохождение карты. Первый даст. Сразу же идем в темку, далее налево и в плент А. Здесь в принципе рассказывать нечем. А вот даст 2 это идеальный пример хорошего спавна. Да, я думаю, не нужно это даже лишний раз объяснять как-то более глубоко. Но в общем, если вы спавнитесь ближе к пленту Б, то идете туда. Если ближе к пленту А, то через лонг вы идете на плент А. Все окей, все стандартно, все понятно. Здесь вы видите по футажу, что спавн был просто идеальный под точку Б. Инферно. Карта имеет довольно много объектов, поэтому потереться о стеночке будет крайне проблематично. Но мы всегда идем через банан на плент Б. В принципе, это все. Вот так быстро. Нюк. Сходу забиваем на улицу и идем через гараж, затем через будку и ставим это все на точку А. Да, вентруму прыгать не надо, да, не нужно там ничего больше разбивать. В целом стандарт. Карта Пиранези. Тот самый случай, когда вам помогут эти самые бэхопчики. Потому что нужно будет сделать три прыжка подряд, прежде чем поставить бомбу в плент А. Первый делается на спавне, второй на выходе, ну и третий необходимо сделать на самом огромном спуске. Кстати, получился он вполне даже неплохо, как считаете. Карту Порт, думаю, стоит скипнуть. В самом начале опять же прыгаем вниз, но из-за того, что она, наверное, самая менее известная в серии Контр-Страйк, тут просто через низ мы бежим в плент А. На карте Продиджи, конечно, все зависит от спавна, но в большинстве своем мы выбираем точку Б, потому что до А еще нужно очень долго подниматься. Просто вариант идете ли вы через первый тоннель или через второй. Карта Тайц, опять же, зависит от спавна. В данном случае мы бежим в точку А, но если мы спауним тебя слишком близко к Б, то можно пройти туда. Карта невероятно мелкая, в принципе, вопросов не должно возникнуть. Ну и последней картой выступает Трейн, всегда стандартный плент А, хотя нет, если вы спавнитесь ближе к переходу на точку Б, то придется идти именно туда. Плюс можно будет сделать еще пару дополнительных прыжков и в целом сэкономить себе немного времени. Итого мы получаем, если смотреть на целое число, 9 минут. Именно за такое время можно на скорость пройти Контр-Страйк Сорс. Напоминаю, что 1.6 ввиду длительности карт и их количество проходили спидранеры за 13. Вообще, это было не так уж и плохо. Я ожидал, что спидран будет идти гораздо меньше, но и не думал, что он будет как-то сильно разниться от 1.6-то. И надеюсь, что вам понравился данный видеоролик. Не забывайте ставить ему лайки, также подписывайтесь на канал, если узнали чего-нибудь нового. Также посмотрите другие разборы по серии Контр-Страйк, которые выходили на канале, если вам будет интересно. Ну и ждите. Скоро, думаю, и на второй Контр-Страйк спидранеры придумают, как себя занять. Играйте в хорошие игры, играйте с хорошими модами. Услышимся, плейлист внизу слева на экране. С вами был Спектр, и всем пока!